Приветствую вас, мои родные и любимые христолюбчики, все моему сердцу, дорогие братья и сестры во Христе, и все люди на земле, все, кто алчат и жаждет истины, познания ее и жизни по этой истине, всех я вас приветствую, всем желаю всякого блага, отличного дня, прекрасного настроения и всего самого хорошего во все сферы вашей жизни, и в сердца, и в души, и в дома, и в семьи, и во все, во все, чтобы все у вас было хорошо. У нас сегодня с вами ролик о древе жизни на новой земле, на новом небе так не говорится, на новой земле, сотворенной Богом после своего тысячелетнего царства, после страшного, так называемого, Великого Суда, и мы о нем сегодня с вами поговорим. Кто хочет, кто случайно попал, специально этот ролик впервые, может быть, смотрит мои видеозаписи, перед этим рекомендую посмотреть предыдущий мой ролик, найдите его на канале «Жизнь или смерть» вот с таким значком «Древо жизни», «Древо познания добра и зла в раю», тогда вам будет все попонятнее, хотя мы сегодня в любом случае к этому обратимся. На своем канале «Христолюб Библии, Чтение и Писаний» вы всегда сможете найти, у меня есть здесь раздел и «Ветхий Завет», и «Новый». Естественно, в «Ветхом Завете» в книге «Бытия» вы все эти, этот ролик по второй главе книги «Бытия» найдете, где говорится о «Древе жизни» и «Древе познания добра и зла». И, соответственно, в разделе «Новый Завет» на моем канале, вот здесь вот на канале «Ли Христолюб Библии и Иные Писания» вы найдете книгу «Откровения», весь «Новый Завет» записан, и там вы сможете тоже последовательно посмотреть видеозаписи мои и найти эти места. Но я хочу выложить этот ролик на проповеди, хочу поговорить с вами об этом «Древе жизни». Но вы знаете, чтобы записать его полноценно, мы сегодня, конечно же, не будем по «Бытие». Заметьте, мы сегодня с вами рассмотрим как первую, можно сказать, главу, вторая глава книги «Бытие» и последнюю, ну там, правда, ну, последнюю, предпоследнюю главы книги «Откровения». Это будет такое удивительное, интересное путешествие, надеюсь. Вот, ну, естественно, книгу «Бытие» я хочу просто в этом ролике прочитать. И, как я вам уже сказал, вот этот предыдущий мой ролик «Посмотрите о жизни и смерти, о Древе жизни и Древе познания добра и зла, которые были насаждены Богом в раю, в пресотворении мира». Мы сейчас с вами об этом прочитаем, вот, комментировать я уже ничего не буду, а мы с вами, конечно же, перейдем к книге «Откровения». Ну, чтобы все-таки немножко мысль-то была запараллелизирована, так скажем, я хочу поэтому, конечно, прочитать сегодня. Также, не ворываясь контекста, как всегда, я вам показываю, что это полностью... Давайте мы с вами еще вот так вот сделаем. вот так вот сделаем сейчас. Так, сюда и сюда. То есть мы с вами просто пролистываем первую главу, она «Сотворение мира человека». Вторая глава, первые шесть стихов у нас точно так же о, ну, так скажем, послесловии или предисловии, опять об этом же «Сотворении». И мы с вами читаем с седьмого стиха. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. И насадил Господь Бог...» Давайте приблизим, чтобы у нас вот так вот красиво помещалось. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рай, и дерево познания добра, в кавычках, и зла». Кто знает, почему в кавычках, кто не знает, я еще раз рекомендую обратиться и посмотреть мой ролик отдельно о древе жизни, о древе познания добра и зла, и пересмотреть хотя бы первые ролики из плейлиста книги «Бытие». Там я несколько раз об этом говорил. Из Эдема выходила река для орошения рай, и потом разделялась на четыре реки. Я могу сейчас сказать, могу позже. Четыре реки здесь символизируют четверо Евангелия. Я вам сразу скажу. Имя одной Фессон, она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото, и золото той земли хорошее, там бдалах и камень Аникс. Имя второй реки Гихон, Геон, она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки Хедекель или Тигр, ну, по разным переводам. Она протекает пред Осирией, четвертая река Ефрат. «И взял Господь Бог человека, Который создал, и поселил его в раю, чтобы возделывать его и хранить его». Ну, что это такое? Совершенствоваться в любви. Возделывать и сохранить. Набрал – сохрани. Набрал – сохрани. Набрал – сохрани. «И заповедовал Господь». В чем? В чем эта разница? «И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в раю ты будешь есть. А от дерева познания лже-добра, добра или лже-истины, да, и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Ну, я говорю, сегодня мы это комментировать все не будем. И мы с вами обращаемся куда? Книги Откровения. Опять же, я всех умоляю прийти к этой истине, к познанию этой истины. Книга Откровения, как и Евангелие, как книга Бытие. И все почти половина книг, а то и большая часть Ветхов за это, книг Нового Завета, не читая послания апостолов, Евангелие, Книга Деяний, Откровение. Это исторические книги, последовательные книги, в которых, ну, исторические книги, в которых последовательно описаны исторические события. Никогда не читайте ее задом наперед, с середины не зная конца. Мы с вами сегодня обращаемся к 21-22 главе, к последней главе книги Откровения, где творение новой земли. Я к чему новой земли, нового неба, на котором обитает правда, на котором все, что там небесный Иерусалим и так далее. Я о чем сегодня хочу сказать? Я чего только не слышал про это древо познания, древо жизни, на котором листья для исцеления народов. И как его... И причем не в смысле, что его пытаются просто, ну, так скажем, догадаться, что это будет на новой земле. Его почему-то притягивают к чему только угодно. У кого она уже есть на земле, толкует там, кто еще? Это последние главы книги Откровения. Я, естественно, всю книгу вот так пролистывать не буду, просто, вы видите, по якорю перешел, и, естественно, мы перешли в 21-ю главу. Прочитаем. Ну, вообще, о древе жизни этом будет в 22-й главе описано, но мы сначала, вот я специально показываю, во-первых, чтобы убить вас, что мы читаем не вырванный кусок, а в 20-й главе описан страшный суд, тысячелетнее царство, страшный суд. Сначала суд над христианами, вы помните, пришествие Иисуса, суд над христианами, тысячелетнее царство, верунов, и действительно, святых с Иисусом Христом, потом страшный суд, и потом, что вот Иоанн пишет с 21-й главы, с 1-й стиха, «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, вот жилище Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле, вот творю все новое. Я хочу внимание обратить вот на эту, тот, кто говорил с неба, говорящий с неба, на эти слова, на эту цитату. И отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопли, ни болезни. Но, я хочу обратить внимание на ваше, я хочу обратить ваше внимание, мы сейчас с вами перейдем к новому русскому переводу, это мы прочитали синодальный перевод, и прочтем то же самое в новом русском переводе, Откровение, 21 глава. Потом я увидел небо, новое небо и новую землю. Первого неба и первой земли уже не было, моря тоже больше не было. Я увидел святой город, новый Иерусалим. Он спускался с небес от Бога, приготовленный, как невеста, украшенная для своего мужа. И услышал я голос громкий, прозвучавший от трона. Это жилище Бога с людьми, здесь он будет жить с ними, и они будут его народом, и сам Бог будет с ними, и будет им Богом. Он отрет с их глаз каждому слезу. Больше не будет ни смерти, ни скорби, ни вопля, ни боли, потому что прежнее ушло. Сидящий на троне сказал, я творю все новое. И он добавил, запиши, потому что это верные и истинные слова. Хочу обратить на какие слова внимания. Вот в новом русском переводе мы читаем, что нету боли. Вот боли, болезни разные вещи. Ну, с одной стороны, они где-то похожи, да, боли, болезни. Но слова это все-таки разные. Болезнь, это болезнь меня, моего, моего тела, да, допустим. А боль мне может причинить, болезнь-то это же не что-то внешнее, это мое, часть меня. У меня заболело тело. Мне не кто-то причиняет эту боль. Я болею. Вот, то, что принадлежит мне, это мое тело. Боль мне может причинить внешний человек. То есть, когда мы говорим о болезни, мы говорим о внутренней, что никто в этом не виноват. Ну, из людей, по крайней мере, там, кто может причинить мне боль, да, сейчас, то есть, ну, сама болезнь виновата, она мне причиняет боль, да, но она часть меня сейчас. Боль мне может причинить кто угодно это очень важно то что мы сейчас тоже прочитали сейчас мы к этому еще вернемся ну и дальше мы с вами немножко пропустим ну тут тоже самое незаконно не прочитал ты говорит мне напиши обо все ибо эти слова истины и верны совершилась есть альфа-омега это мы с вами чуть-чуть пропустим и сразу переходим к 22 главе вы поймете что это можно немножко вырезать пропустить убедитесь это если сами прочитаете я вам специально все это уже читать не буду целиком 21 главу вы хотят чего давайте прочтем почему нет почему не почитать сегодня нам с вами да и сказал мне совершилось ясен альфа-омега начало и конец жаждущим если много надо было так немного мы с вами видимся что контекст абсолютно уже не вырванный до жаждущим дам даром от источника воды живой побеждающий наследует всю и буду ему богом и он будет мне сыном боязливых же неверных и скверных и убийц и любодеев и чародеев идолослужителей и всех лжецов участь в озере горящим огнем и серу это смерть вторая и пришел ко мне один из семи ангелов у которых было семь чаш наполненных семью последними язвами и сказал мне пойди я покажу тебе жену невесту агнца и вознес меня в духе и вознес меня в духе на великую высокую гору показал мне великий город святой русалим который не сходил с неба от бога он имеет славу божью сияние его подобно драгоценнейшему камню как бы камню аспису кристалловидному он имеет большую высокую стену имеет 12 ворот и на них 12 ангелов на воротах написаны имена двенадцати колен снов израилю с востока трое ворот севера трое ворот с юга трое ворот запада трое ворот стена города имеет 12 оснований на них имена двенадцати апостолов агнца говорящий со мной имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены его город расположен четырехугольником и длина его такая же как и широта и измерил он город тростью на 12000 стадий длина и ширина и высота его равны и стены его измерил во сто сорок четыре локтя меру и человеческую какого мера и ангела стена его подстроены построены из ясписа и город был чистое золото подобен чистому стеклу основание стены города украшены всякими драгоценными камнями основание 1 яспис 2 сапфир 3 халкидон 4 с марагд 5 сароникс но неважно ко мне тут а 12 ворот 12 жемчужин каждые ворота были из одной жемчужины улица города чистое золото как прозрачность их кло храма же я не видел в нем ибо господь бог вседержитель храм его и агнец и город не имеет нужды ни в солнце ни в луне для освещения своего и слава ибо слава божья осветила его и светильник его агнец кто такой иисус есть бог который будет являться самим светом спасенные народы будут ходить во свете его и цари земные принесут в него славу и честь свою ворота его не будут запираться днем а ночи там не будет и принесут в него славу и часть народов и не войдет в него нечистое ничто из него не нечистое ничто 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 нечистое и никто преданный мерзости и лжи а только те которые написаны у агнца в книге жизни ну какие прекрасные слова мы сегодня с вами не зря почитали и показал нечистую реку воды жизни светлую как кристалл исходящую от престола бога и агнца среди улицы его и по ту и по другую сторону реки древо жизни двенадцать раз приносящие плоды дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов и ничего уже не будет проклятого но престол бога и акция будет в нем и рабы его будут служить ему и узрит лицо и имя его будет на челах и узрит лицо его и имя его будет на челах их и ночи не будет там и будут иметь нужды не в светильнике не в свете солнечном ибо господь бог но я добавлю иисус христос там об этом речь идет освещает их и будут царствовать во веки веков там еще дальше есть продолжение может до конца с вами до 2 главу не будем дочитывать сегодня все-таки посвятим это непоследовательное чтение кто хочет я вам уже про так скажем прорекламировал порекомендовал обратитесь каналу моему второму одному из четырех и сталю библии чтения иных писаний там найдите книгу откровения и там уже последствия читаю вот может быть не так подробно было в первом чтении почему я эти ролики тоже свободно пишу но скоро я надеюсь доберемся и до второго круга чтения книги откровения я уже буду достаточно медленно подробненько говорить но сегодня мне хотелось на для канала кристалю проповеди голоса пьющего в пустыне записать отдельный ролик по этому дереву поэтому больше уже не будем читать не знаю так воодушевленно сегодня такие эти слова читаешь о будущем небе это будет здорово конечно все вы видите в символах образах да хотя все будет и материально понятно и кстати то же самое золото все это будет иметь вид но единственное это мы сейчас золото то привыкли там к золоту нетленному да как материалу как будто с того света бог так показал нам что есть материалы вечные да вот там может быть природа совсем другая материя совсем другая бог может еще такое придумать что и как павел играл и на сердце даже не приходило хотя все что нам приходит в голову значит это имеет место быть и все возможно вот я хочу просто сконцентрировать свою мысль на этом дереве но я не зря вам прочитал вторую главу на по сути первую можно так сказать главу книги бытия или начала книги бытия мы с вами прочитали то же самое только то река заметьте тут те же самые два образа первое это река только там она разделялась еще на четыре и так как это бытие это символ на конечно же будущее нашей евангелия хотя евангелие одно поэтому река 1 но разделялся на четыре и весь рай она орошала да но у нас про образ это четверо евангелия евангелие само одно жизнь иисуса христа 1 его учения да но четыре разных автора писали поэтому это река разделяется на 4 это то от чего питается все христиане да здесь то же самое только когда мы уже будем с богом нам уже не нужно будет 4 евангелий у нас будет сам живой источник жизни и не зря и не зря там в евангелии книги бытия не написано откуда она исходит написано просто как бы она в раю но непонятно откуда она источник берет свой то есть уже прямо написано то что мы же познаем бога будем видеть его и будем знать вот так как он есть здесь уже прямо написано выходящую от престола ну или как называется в новом русском и читали не престола как ну понятно да престола ладно пусть будет но от кресла или как-то от трона от трона от престола бога и агнец но одно и то же бог иисус христос одно и то же агнец да вот мы видим улицу на которой дерево жизни по ту и по другую сторону она 12 раз в год но все это символ опять 12 раз это все целые числа означающие бесконечность да вот она приносит плод вот это все можно конечно духовно смотреть на какие-то там добродетели до плод духа какие плоды духа любовь один год любовь один месяц любовь радость мир крото смирение помните павел перечислять дело не в этом сегодня мы а уж уж такое листья для исцеления народа слушайте зачем на новой земле никто почему не задумывается зачем на новой земле где мы только что и это хорошо что мы с вами все прочитали только что мы с вами прочитали что сюда не не войдет ничто не чистое и никто преданные мерзости и и лжи а только те которые тут все разделять по главам по стихам читаем вот все вот где тут дерево жизни вот только отсюда все со второго стиха среди улицы его слушайте перед этим только что было написано что туда не войдет ничего нечист little нечист于 и преданные мерзости и лжи. А выше в 21 главе, в самом начале, мы с вами прочитали что? Что Бог отрёт всякую слезу и не будет там ни того, ни сего, и неважно, как перевели уже, боли, болезни. Слушайте, а зачем тогда дерево жизни и листья которого для исцеления народов? Что это такое? Открыть вам тайну? Детайна очень простая. Я вам всегда смотрел, говорил и буду говорить. Все задачки библейские, евангельские, а в общем сказать истины, решаются через три аксиомы. Любовь, свобода и бессмертие. Вы знаете, что прекрасно через эти три аксиомы мы с вами решаем основную задачку, что Бог есть любовь какая? Безграничной. Ей нет конца и края. Она не делит на своих и чужих, на добрых и злых, как об этом сказал Иисус, праведных и неправедных. Люди делятся на две категории. Кающиеся грешники и не кающиеся. Вот и всё. Кающиеся становятся святыми и приносящие, соответственно, плод, достойный плод своего покаяния. Которые покаялись и ничего не принесли, мы знаем прекрасно по Евангелии. Это всё же не раскается. И ещё предтеча Иисуса Иоанн вопиял к таким лжеправедникам. Кто вам внушил убежать от будущего гнева? Да. Если ты от того, что ты внешне покаялся и не сотворил плодов достойных покаяния, тебя выбрасывают точно так же во тьму внешне. Об этом потом говорил, естественно, всё Иисус. Ну, кратенько, Иоанн Претеч, его об этом же сам говорил. Я люблю его тоже вспоминать. Естественно, сам Иисус об этом, о всём говорил. Что если ты не принесёшь ничего, если ты неверный, злой, лукавый раб, если ты девица без масла в светильниках, ничего будет, какой результат. Результат будет печальный с этими людьми. Поэтому, естественно, мир делится на два типа людей. Те, кто каются и приносят достойные плоды своего покаяния, или те, кто не каются, или каются и ничего не приносят. Это одна и та же группа. Участь их одинаковая, этих людей. Они не меняют свою природу через дела, соответствующие их покаянию. Для кого же эти листья для исцеления народов? Что исцелять, если не будет ни боли, ни болезни? Что исцелять? Если там не будет. Зачем листья аптечные, я не зря такую вам миниатюру поставил, да? Зачем эти листья для исцеления народов? Каких народов? Если на новую землю не войдёт ничего нечистого, ничего преданного мерзости и лжи. Это всё то же самое, о чём я вам много раз рассказывал и говорю, и проповедую истину. Пределу совершенства любви ему нет. Как бы мы ни стремились, конечно же, достичь, мы в вечности будем достигать совершенства этого любви. Что все веруны, которые восстанут при втором пришествии Иисуса и при первом воскресенье, где будут воскресать веруны, все будут получать по делам своим. И вы знаете, я верю, что даже там, конечно, тем, кто искренне в день восстания будет каяться, и не думайте, что Иисус придёт опять со властью. Он придёт точно так же, как и первый раз. Многие веруны, которые себе рисовали другого Иисуса и хотели другого Иисуса, которые убивали в честь Родины, там ещё что-то, а он окажется опять не таким, и они скажут, что, да такой нам не нужен. Они останутся с теми народами, где написано, при даже тысячелетнем царстве, с Иисусом будут те, кто действительно будет любить любовь, которую познали через его жертву. Вот. А те ничего не познают. Это люди, как Павел писал, они, обнажившись в бессмертии и нетлении, они что будут? Подвержены одной участи с неверными. Вот и всё. После тысячи лет царствования и будет всеобщее воскресенье, да? И будет суд. Те, кто захочет обратиться к Иисусу, я верю, что они обратятся. Я верю, что произойдёт то же самое, что происходило. Это можно назвать судом, как это было параллельно над Иисусом, в его распятие. То же самое я верю. Тот же самый суд и наказание, на которое производили над Иисусом, только теперь будет всё с точностью наоборот. Но я верю, что все те, кто, даже веруны, узрев истинного Иисуса, настоящего Иисуса, не того, и обличаясь в нетлении, познают позор своей природы, потому что дела их отличаются от их жизни и не соответствуют природе бытия, природе Бога, подвязались неизвестно во в чём. Природа их сама обличит, потому что они получат должное воздаяние за свою жизнь и будут судиться, что такое по делам своим. Их не природа будет та, если они скотобойни всю жизнь занимались. Их природа будет незавидной, и они, облекаясь в бессмертие, будут ужасны и уродливы и вонючи. Устыдясь этого, если они покаются, обратятся к Иисусу в день Первого Воскресенья, даже веруны и изменят свою жизнь. Я верю, что Иисус их примет, но природа их не изменится, она только начнёт потихонечку преображаться. Как и всегда. Всё надо будет, как Господь сказал ещё в раю, получать трудом, возделывать и хранить себя. Но у них будет шанс. Все, кто в Страшный Студ после Тысячелетнего Царства, когда огонь спадёт с неба на восставших против Иисуса и всех нас, праведников, с Ним присутствующих, и всё это сгорит, и, я говорю, откроется всё это бытие, прежде чем Господь будет творить. Я говорю, я надуал вам, может, последние стихи зачитать оттуда, из книги, 20-й главы, книги Откровения, которую мы с вами сегодня читаем, кусочек, да, вот там же всё это написано, всё, что я вам словами пересказываю. Я верю, что те, кто захотят покаяться, Господь их примет точно так же, как выпиящего к Иисусу разбойника. Но, как я вам про разбойников себе говорю, слушайте, быть с Иисусом, даже на новой земле, это ещё не счастье. Счастье полноценное будет тогда, когда ты сам будешь святым. Конечно же, этим людям придётся, что после покаяния, пусть на новой земле, Бог их пустит туда, не как все. Такие, как я, их туда пустят. Мы не будем Иисусу выпиять, как эти завистливые братья в притче о покаявшемся сыне, вы помните, да, как те работнички, которые всю свою жизнь положили на труд в Иисус, а они тут вдруг тоже получили по динарию. Или тот завистливый раб, который говорил, а вот что ты там дал ему, столько же, сколько и нам, да. не, такие люди, как Иисус, подобные, не как Иисус, а люди, подобные Иисусу, да, самому Богу любви, конечно же, будут согласны с мнением Бога, и никому препятствовать не будут. И не будут они, кстати, по той простой причине, у них и не будет даже, знаете, естественного чувства несправедливости. Знаете почему? Я говорю, потому что это люди только внешне войдут в рай. Обличены во славу Божью, они не будут, у них нет ее. Но и на новой земле можно будет расти, изменяться, и эти люди начнут меняться наконец-то. Причем в окружении, представляете, какой миг, какая закваска будет, они попадут на новую землю с нормальными людьми. Потому что многие еще опять откажутся и уйдут в озеро Вогненное. Сами туда пойдут. Я уверен, что многие будут каяться. Или что в день верунства отвалится от того Иисуса настоящего, у которого есть абсолютная любовь. Они дальше пойдут убивать этих животных. Все то же самое. Они перейдут на сторону Антихриста и тысячу лет будут не с Иисусом царствовать. Потому что такое христианство, какое вы знаете, половина из них не то, что Иисус терпеть не мог. Они только на словах, как Господь говорил, его исповедуют и песенки поют. Когда ходят до дела, дела их не соответствуют делам, Иисус. И когда они его увидят точно таким же, ведь и второй раз он придет, это же извращение, он придет точно так же, как и первый раз. И многие от него, и он опять не нарушит свободу человека, его опять будут видеть ни образа, ни величия. И когда он опять начнет призывать к любви этих же людей, подобно мне, как будет говорить, не убивайте животных, не делайте это. От него сразу скажут, «Это ты, что ли, Иисус? Это ты тогда первый раз? Это ты такой приходил? О, такой нам не нужен. Не-не-не. И тогда будет разделение. И во второе. И вот эти листья для исцеления народа, что такое исцеление, кто в моей ролике последует, слушает, тот знает. Образ проповеди, евангелизация, благовестие, это символ воскрешения, о чем Иисус всегда и говорил, и его апостолы. Вот эта вот проповедь, говорит, что воскрешение тела, это воскрешение души, учительство, жизнь по Евангелию, это и есть исцеление, когда я потихонечку оправляюсь к своей болезни, иду все на поправку, на поправку, дохожу до нормы, а потом начинаю еще и светить, потому что когда человек приобретает полную силу, он начинает работать, трудиться, достигать высших высот. Какие я сегодня там буду рекорды ставить, если я еще еле-еле от болячки только еще не отправился, да? Да и даже если я в норму пришел. Но когда человек в норме, потом он может достигнуть величайших успехов. Вот что такое листья для исцеления народов. Вот какие народы будут к нему идти. Все, которые в день страшного великого суда после тысячелетнего царства, когда земля и все дела на ней сгорят, и этот суд будет, и Господь опять даст выбор этим людям. Очередной выбор даст им. Ну кто хочет, ну приди, покайся сегодня, и начни жить наконец-то свято. Да, уже полно святых, да, они во славе, они уже при первом воскресении, подобно Иисусу, ну так образно скажем, да? Еще тысячу лет проведем с Иисусом, представляете, до каких мы высот? Мы все узнаем, мы вообще перестанем спорить, у нас будет единый лидер, который действительно, мы как ученики, как бы мы друг перед другом здесь вот не можем общего языка, христианин, как мы там будем, я понятия не имею. Но если мы действительно признаем все авторитеты Иисуса, здесь мы, к сожалению, как вы видите, проповедники не могут друг с другом общего языка найти, там мы найдем, потому что он нам откроет истину, и я верю, что каждое его слово будет истиной, потому что это Бог. Иисус это Бог. Конечно же, я не верю, что он скажет, слушай, ты был неправ, вот ты убийство к животным проповедовал, что нельзя, я уверен, что Иисус подтвердит мою святость, и всем придется раскаяться в этом, да, вот, но у них будет выбор, раскаяться или нет, потому что он придет точно такой же, он скажет, хотите, будьте, не хотите, идите тогда, вот, там есть народы, которые живут так, как вы хотите, живите с ними, да вы сами не захотите, как вы будете жить? Я вам всем говорил, я не хочу своим задним столом сидеть, Иисус тоже не будет. Иисус это там, где свет, где любовь. Вот, вот вам что такое. И опять же, мы же с вами говорили, кто слушает мои ролики, конечно же, что древо жизни, древо познания добра и зла, даже если они на самом деле существовали в раю, видимо, то естественно, это лишь образ и символ выбора человека между добром и злом. Рай, это наше сердце, это наша природа, вся, весь Эдем, рай как сердце, в котором есть ум, в котором есть я, который выбирает между истиной, древом жизни, который есть истина, Бог, любовь, и между злом, между древом познания лжеи истины, под названием добро, в кавычках, и злом. Ну, потому что зло никто в чистом виде, если человек еще до безумия не дошел, вкушать не будет, да. Вот и все. Естественно, тут символ одной реки, исходящей от престола Бога, да, это сам Иисус, это же Он одно, это единственное дерево, поэтому здесь уже нету, так скажем, выбора, нету этого дерева, заметьте, познание добра и зла, это те люди, которые уже достигли такого, как писал автор к посланию к евреям, навыком уже научились различать между добром и злом, все, они уже перешли эту планку, они уже избирают только добро, в нем они совершенствуются, нет предела совершенства, и в раю мы будем друг за другом ухаживать, любить, заботиться, яблочки, ты сам можешь сорвать, не будет ни болезни, ни печали, о чем это говорится, какой болезни не будет, это я тоже еще расскажу, почему мы в 21 главе, в 20 читаем, что не будет болезни, и тут же читаем, листят ли исцеления, так будет болячки, исцелять-то что, если у меня нету ни болезни, не болячек, я вам всегда говорю, мир делится на видимый, невидимый, в писании Иисус, говорит часто, и вообще в библейским языком, есть видимый мир, и невидимый, говорится, когда о воскресении души, о воскресении тела, ну или духа, как хотите, там все это одинаковое событие, здесь то же самое, первое, где говорится, это то, что ты будешь, не будешь иметь, мы будем иметь вечное тело, и оно уже не будет у нас, не страдать, не болеть, потому что помимо смерти, вечность, можно вечно болеть, вы понимаете, вот я живу и болею, воскресение нам говорит о вечной жизни, ну а какой, можно вечно болеть, я как всем говорю, вечную жизнь можно, да, только одни живут, говорит, не жизнь, а малина, другие говорят, господи, когда же уже она закончится, болячек не будет, только не думайте, что не будет боли, тело согрешить можно будет, даже на новой земле, но никто не согрешит, это люди, познавшие истину будет, они уже перешли эту планку, они никогда этого не сделают, никогда, никогда этот человек, вот как я, не причинит боли животному, никогда, если я в этой земле прошел, школу обучения, и сдал экзамены, я ради даже подыхать буду, я не буду убивать животное, и жрать его, я буду ждать манны небесной, я сдохну, но я зла не сделаю, я не зарежу, как там в Библии мы читаем, детей там в осаду резали, израилетяне, да, да, и так во всем мире бывает, в голодной там, Великой Отечественной, все знают, что творилось, в осажденных городах, да, в оккупированных, как это говорят, да я лучше сдохну, зачем, я бессмертный, сдохну, в смысле по телу, я выберу жизнь вечную, зачем мне эта жизнь, как Господь сказал, кто возлюбит эту жизнь, более жизнеречную, тот погубит ее, я изберу вечную жизнь, ну и что, что, да я, я и христианин, моя жизнь Христос, но смерть, приобретение, я рад, наоборот, голодная смерть, кто знает, кто про нее читал, кто пытался голодать, это самая безболезненная смерть, ты реально ничего не чувствуешь, просто щити все, она ни боли, ничего не приносит, я, в связи с этой практикой не могу, я же не умирал от голодной смерти, чтобы вам сейчас сказать, вот я умер вчера, видите, вам правду, это проверить, к сожалению, нельзя, но я про это читал, и сам голодал, пробовал, я знаю, что это такое, ты действительно, все больше, больше у тебя рецепторы, от отсутствия пищи, чувства притупляются, ты просто щити все, вот и все, вот что такое листья для исцеления, будут вот эти, кто покается, кто воскреснет от слова, вера от слышней, а слышней от слова Божьего, кто покается на страшном сути, что такое покается, хотя бы словесно, водное покаяние вот это, тот примет Духа Святого, тот оживет, и от этого древа жизни начнет исцеляться, вот и все, начнут, начнут, точно так же, как и здесь, вот что такое, это листья для исцеления народов, те народы, которые не принимали Иисуса истину, вплоть до второго, его пришествия до страшного суда, эти люди, где у меня картинка-то, вот так вот и я, все, кто это, я говорю, древо, а у меня, кстати, оно, сейчас я побольше картиночку, вот так вот, красиво будет на экране, вот, все, все, кто покается, все смогут дальше исцеляться, действительно подвязаться в любви, вот, Бог, Он, Любовь, Он простит каждого, я верю и знаю, что Бог есть Любовь, а значит, есть место, скажем, мировоззрению о всеобщем покаянии, все, рано или поздно, дальше нам Бог не описывался, ой, все, это грешники на вечные муки, я уже вам сказал миллион раз, и еще раз в этом ролике, для тех, кто меня не знает, может быть, впервые услышит этот ролик, Иисус, даже говоря о вечности, или в Писании об этом написано, речь идет о вечных муках, только в том контексте, что даже Богу неведомо время, когда у человека придет откровение, когда он наконец-то решит изменить свою жизнь, вот и все, это не потому, что Бог плохой, кого-то посылает на вечные муки в рай или ад, это лишь говорит о том, что даже Богу неведомо, когда человек покаяется, потому что человек, древо, имея в сердце своем, в природе своей, древо жизни и древо смерти, древо жизни, древо любви, Божье древо, Божью спираль, спираль Бога и древо познания добра и зла, человек волен избирать между ними, и когда это тот камень, как говорили древние философы, который создал Бог, который не может поднять, он не нарушает человеческой свободы, ибо это и есть свобода Бога, а человек создан по образу и подобию единого Бога. Поэтому о вечных муках, и в этом озере даже геенском, вечно, как все говорят, опять на это слово ссылается, они будут там сидеть вечно только потому, что ни Бог, который есть Иисус Христос, ни мы с вами не знаем, когда они решатся оттуда выйти. Двери рая всегда открыты, двери ада закрываются грешниками изнутри, все, они сами оттуда не выходят, ни Бог их там запирает, а они не выходят. Двери рая всегда открыты, всегда и каждому. И так будет до веки вечности, они никогда не закрываются. Об этом мы, кстати, с вами только что прочитали. 12 ворот и всегда открыты. Задумайтесь, о чем написал пророк, который нам это открыл. Никогда двери Иерусалима не закрываются. Всегда они открыты для грешников. Всегда Бог открыт для грешника, для кающегося грешника, для покаяния. Господь об этом прямо говорил в притчах, что не выйдите оттуда, пока не отдадите до последней копейки. Когда человек полностью от греха отрешет, ничего себе не оставит, все скажет, я все. Когда взмолится, оттуда можно будет выйти. Вот так вот. И когда оттуда выйдешь, то есть перейдешь из смерти в жизнь, тебе еще предстоит, конечно же, исцеляться потихонечку. Да, ты только воскрес, а ты еще как у нас после реанимации в жизни. Посмотрите, сколько люди еще выхаживают людей. Вот так и это. Вот эти листья для исцеления. Еще будешь выхаживаться потихонечку, полегонечку. Да, потом войдешь в норму, когда перейдешь вот это. И тогда ты уже будешь что? Возрастать и возрастать и возрастать. До чего? До совершенства. Вот так вот. Вот что такое это древо жизни на новой земле. Оно точно такое же, какое оно было. Никуда оно не девалось. Вот. Так что вот так вот. Конечно же, это все символы, это все образы. Да, потому что, когда Иисус явился на землю, он же есть это древо жизни. Что, древо жизни появилось? Или мы где-то с вами в Писании читаем, что Господь Херувима того убрал, которого поставил в раю, не давая ему доступ. То есть, мы видим, не дерево пропало, а доступ. Да. И то, это мы по-детски читаем книгу бытия, что это Бог там выгнал человека, Бог поставил ему этот доступ. Кто познал истину, тот Библию читает ровно с ног. На голову ее ставит, а точнее, наоборот, с головы на ноги. Это человек поставил в себе защиту от рая, от Бога, спрятался от него в кустике. Когда он хочет, ему этот доступ открывается. Это доступно было во все времена. Иисус нам явил лишь пример этого доступа. Вот и все. Конечно же, человек мог и в ветхозаветной по всему миру быть с Богом. Просто это все опять было на одного человека. Слушайте, даже когда Иисус явился, сейчас вот говоришь о любви к врагам. Говоришь о любви ко всему Божьему творению. И, как я понял, тишина. Казалось бы, есть уже реальный пример. Бог явился на землю. Я на собственном опыте проповедника убедился. До фени вообще все это. К сожалению, печально, но это факт. Поэтому, конечно же, в ветхом, знаете, что самому человеку было тяжело утверждаться, но он слышит голос в сердце, даже врагу не отвечай. Но послушаться этого голоса, нам кажется, откуда я знаю, что это истина. Но многие так и жили люди. И да, в ветхом, знаете, во всех народах. Возьмите, сколько было миллионов, миллионов людей на земле. И многие, и все живут по-разному. Каждый выбирает так, как ему жить. На этом у меня все. Все, что хотел, я так кратенько сказал. Всех я, в принципе, приглашаю всегда на последовательное чтение Библии. На свой канал Христалю Библии и Писания. Там мы все более подробно разбираем. Все это видно. Видны контексты, когда читаете общую книгу. Здесь, видите, сколько много пришлось все равно почитать. И там кусочек, и там кусочек. Ну, вот так вот. Ну, все. У меня все. Кому нравятся ролики, ставьте лайки. Делитесь, где хотите ими. Кто считает, что это истина. Из моих уст исходящая. И делает мир лучше, добрее. Заквашивает его, спасает его. Ну, вы сделаете это сами, да. Все. Всем был рад всех увидеть. Потому что мне кажется, что я вас вижу. Всех буду рад услышать в комментариях. Ваши эмоции, мысли, размышления. Мне почитать. Может, что-то полезное даже поназидаться. Все. Со всем прощаюсь. Всех по-братски обнял, поцеловал. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok